Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы начинаем новую карьеру FIFA 23. Итак, это абсолютно новая и рубрика, и карьера на моем канале. Подсмотрел я ее где-то, уже не помню, года 2-3 назад, может, и просто решил воплотить эту же идею у себя на канале. Называется, как вы уже поняли по названию этого ролика, карьера Кругосветка. В моем телеграм-канале мы выбирали команду, за которую мы, как минимум, начнем, ну а дальше будем менять команды. Ну вот, как-то так. Либо будем достигать каких-то вершин с командами и уже на пике уходить, либо нас будут увольнять. Здесь уже, как сама фортуна к нам повернется. Итак, в комментариях, даже не в комментариях, а просто в посте в моем телеграм-канале, ссылочка, кстати, в описании, можете туда перейти и подписаться, Мы выбрали, то что, во-первых, это голландская лига, мы выбирали из многих европейских, не из топ-5 лиг. Вот, и вы выбрали голландскую, и на выбор были у меня голландские команды, не участвующие в Еврокубках. И вот, за одну из команд, там, большинство голосов, около 70 вроде процентов, проголосовали за Херенвен. Поэтому вот, бюджет около 6 миллионов, вот, цель закончить чемпионат в середине таблицы. И вы сейчас поймете, почему именно вот так вот выглядит вот эта вот менюшка, и принять предложение. Да потому что решил я взять тренера, который вот только что, он и сейчас действующий футболист, но поиграл за многие клубы, и поэтому, мне кажется, с ним и будет вот это вот олицетворение кругосветного путешествия по клубам мировым, может быть, только европейским, посмотрим. А это Златан Ибрагимович. У него было очень много команд в его карьере, поэтому он и в Голландии поиграл за Аякс, поэтому сразу объясню, как я это сделал. Я выбрал карьеру за игрока, начать за Златана Ибрагимовича, вот, и перед началом я его перевел из Милана в Аякс. Вот. После этого, ну, это Ваякс перевел, чтобы он поближе хотя бы к Херенвену был. Вот. И уже в Аяксе сразу же, как только мы перешли, он завершил карьеру. И нам были вот даны на выбор клуба, и слава богу, с первой попытки получилось стать тренером Херенвена. Поэтому, вот как-то так, Златан Ибрагимович, наш главный тренер. Давайте перейдем к новостям, а здесь только вот, и все, да. Ну, одна новость. Вот как-то так. Итак, а у нас три сообщения на почте отчета Молодежной Академии. Давайте посмотрим. Так, ну, у нас здесь, скорее всего, будут все игроки. Я даже не знаю, ну, 80+. Хотя и вот этих можно, в принципе, поддержать-то, 78. Но это мы будем смотреть. Окей, потенциал, конечно, такой себе. Вот это вот Толедо, кстати, Мартин Толедо. Уже в 17 лет рейтинг 62. Хороший потенциал. До 88 может дорасти левша. Поэтому было бы интересно на него посмотреть. Но сначала надо будет познакомиться с командой. А для начала это задача от руководства. Так, в принципе, я так понимаю, не последняя эта задача, а главная. Дойти до четвертинала Кубка Голландии и закончить чемпионат в середине таблицы. Я так понимаю, мест всего 18, раз мы на последнем идем. Вот, то есть, ну, где-то вот 9-10 место нам надо завоевать. Задача развития молодежи вообще не стоит. Хотя для меня, как кажется, если мы будем пытаться Херенвен выводить в лидеры голландского футбола, то мы должны навязывать борьбу еще и, естественно, Аяксу. У которого очень хорошо развитие с молодежью. Мы видели вот эти вот примеры и Де Йонг, и Ван Де Бек, и Де Лихт. Очень много интересных игроков. Так, популярность в марке тоже нет задач. Поэтому, я так понимаю, да, из-за того, что я просто сразу начал не карьеру как бы за тренера, а сначала за игрока и просто перешел, то у нас и задачи вот только на чемпионаты на Кубок других нету. И вот долгосрочно за два сезона у нас задача квалифицироваться в Еврокубке. В принципе, я с этой задачей согласен. Будем к этому стремиться. Но, вот, наверное, постепенными шагами, сразу уж на рожон мы не полезем, в этом сезоне попробуем, действительно, вот закончить чемпионат в середине таблицы. Надо еще и нам познакомиться с командой и понять, на что можно с ней рассчитывать, на какие результаты. Итак, схема у нас 5-3-2. Один опорник, два центральных полузащитника. В принципе, понятна мне эта схема. Ну и давайте переходим к вратарям. У нас три вратаря. Андреас Ноперт, 72 рейтинг, 28 лет. Неплохо. В принципе, Бекема, 59 рейтинг, 26 лет. И получше вратарь. Поэтому, мне кажется, Бекему-то уж надо продавать. Он уже даже вот в Хэренвене не задержится. Но, к сожалению, придется так. Так, у нас единственный левый защитник, вот, это Каип, 67 рейтинг, 25 лет. Такие дела. Свен, Ван Бек, капитан. Хэренвена, 27 лет, 71 рейтинг. Надо нам сразу, ну, так, прикидывать на два состава, 6 центральных защитников. Поэтому, будем сейчас смотреть. Ну, вот они, три основных. Ван Бек, Бочиевич, наверное. И Ван Айкен. Ну, вот это вот уже, наверное, пойдут, да. Тут всего у нас 6 центральных защитников. Ван Дервельт, молодой. Также Ван Оттали, 20-летний. Также молодой, кстати, очень хорошим по рейтингу. Так, радует глаз. 18-летний Заал с рейтингом 61. Что у нас по правым защитникам? Их у нас два. Ну, оба и будут играть. Вот, Ван Эвинджик. Эвинджик, наверное, правильно. С хорошим тоже рейтингом. Очень, мне кажется, перспективный. Подает большие надежды. Вот. Ключевой игрок в команде. Так, по полузащитникам. Три полузащитника у нас в старте. Два центральных и один опорный. Будем так примерно смотреть. Либо просто три центральных полузащитника. Смотрим, сколько у нас. Есть вот три основных. Ольсен. Швед с рейтингом 68. Хае. Голландец с рейтингом 72. Тахири. Мараканец с рейтингом 68. Молодой голландец с рейтингом 60. Вот есть, кстати, цапники. Поэтому, может быть, у нас схема не с опорником, а наоборот, с цапником будет. Потому что цапников у нас... Прилично. Да даже есть и правый полузащитник. Который, кстати, мне не очень-то и нужен будет. Но мы ему тогда позицию, если что, переделаем. Так, а что у нас здесь? Я как вижу, опорников нету, поэтому сразу нам надо понимать, что в команде у нас из вот этого вот Тимоси Андерсона мы будем делать, скорее всего, цапника. Это факт. Вот, поэтому нам надо посмотреть. Вот точно Алхайджа мы сдадим в аренду. Не будем продавать, он молодой. Может быть, что-нибудь еще из себя покажет. Кёхлерд, Халилович, скорее всего, будут основными. Вот, а Тимоси пока переделает позицию, там посмотрим. Там уже будем от этого отталкиваться. По нападающим. Ван Хуйджонг. Хуйджонг. Донг. Хуйдонг. Не знаю, как правильно. Пишите в комментариях, в любом случае, если я неправильно произношу. Он в аренде. Вот. Из Болонии к нам пришел. Но голландец. Так. Амин Сар. Швед 68 рейтинг. Колосин. Из Андерлефта к нам пришел. Но у нас должно быть... Да, вот у нас и есть 4 нападающих. Вот такими вот персонажами нам придется играть. Сейчас по позициям, скажу сразу, почти все у нас укомплектованы. Не хватает только вот левого защитника. Но с этим мы разберемся. Поэтому будем сейчас искать в любом случае. Так. Ну что же. Сделаю я нам стартовый состав. Он на ваших экранах. Немножечко привел в порядок скамейку запасных. Переделал позицию центральному полузащитнику. Теперь у нас не цопник, а цапник. Вот. Ну и переходим сейчас ко второму составу. Ну что же. И вот так вот будет выглядеть у нас второй состав. Ну что же. Проблемные зоны в составе мы увидели. Теперь давайте попробуем найти... Так. Тут, кстати, там понаходили интересных игроков. Во-первых, хотел я левого защитника бы сначала найти. Но... Нам тут нашли форварды усиления основы. И причем есть свободные агенты. Интересно. Вот я бы сразу бы ими заинтересовался. Сколько вот? Девять дней. Девять дней. По девять дней сейчас потратить скауты. Найдут по ним информацию. Так. Но я ставлю новую задачу. А мне бы, во-первых, посмотреть голландская, бельгийская. Здесь просто он свободен. Но, как вы видите, скауты у нас по три звезды. Один только, остальные по две. Вот. Ну. Так. Давайте просто здесь пока добавлю. Те пока убирать не буду задачи. Но нам, я даже не знаю, а какой нам нужен левый защитник. Мне кажется, в Херенвене как раз сейчас какой-нибудь многообещающий нужен. Либо такие команды не делают акцент на молодежь. А не просто вот усиление основы. Причем, да и возраст вот такой бы. Ладно, давайте 30. Не будем прямо вот ветеранов брать. То есть у нас две лиги всего лишь. Это бельгийская и голландская сейчас. Вот в нашем, так сказать, приоритете. Потому что других и нет. Все. Здесь ищут. Замечательно. Вот. Ну и финансы, как я и сказал. 6 миллионов. Стратить попусту лишний раз не будем. Вот. Свободных агентов найдем. Может быть хорошие действительно какие-нибудь нам попадутся. Ну и надо в любом случае, мне кажется, тратить денежку. На левого защитника. Потому что с одним левым защитником весь сезон играть это будет очень трудно. Так. Ну и из-за того, что мы перешли из, ну так сказать, в Аякс сначала из Милана. Причем просто это я перенес в меню трансферы там Ибрагимовича. И он закончил карьеру. У нас не будет никакого предсезонного турнира. И мы вот в конце июля будем играть против Ахитсов. Го Ахитс. Команда Южи. То есть без всякой подготовки будем начинать сезон. Ну что же. Давайте сегодня мы сыграем три игры. Вот. На выезде против Го Ахитс. Дома против Утрихта. И на выезде против Твенте. Вот. Чтобы еще хоть какое-то время у нас оставалось. На следующий ролик. Чтобы вы могли тоже написать нам в комментариях. Может быть какие-нибудь предложения по трансферам. Вот. Здесь останется, ну, три недели. Две полные. Ну, две с половиной недели. Вот. Чтобы еще успеть сделать какие-нибудь трансферы. Может быть и денег у нас. Деньги останутся. Либо каких-нибудь свободных агентов. Может быть кто-то уже начинал карьеры. И замечал свободных агентов. Ну, а пока. У нас только тренировки. Их я буду проходить лично сам. Поэтому как-то так. Так. Свен Ван Бек. Здравствуйте. Тренер. От лица команды. Хочу поприветствовать вас в клубе Херенвен. Так. Ну, и. Я не знаю. На стиле Златана мы будем. Либо просто как бы спокойным. Приятно познакомиться. Скажем. И Бек Эма. Я уверен, у вас есть причины выставить меня на трансфер. Но мне действительно нравится в этой команде. И уходить будет тяжело. Здесь по факту я не могу гарантировать ему игровое время. Если он третий вратарь в команде. Ну, что же, друзья. Скауты нам нашли трех левых защитников. Под нашу характеристику усиления основы. Причем один из них свободный агент как раз. Поэтому в возрасте, кстати, хорошем. 22 года. С хорошим ростом. На угловых может будет нам помогать. Ну, и посмотрим за другими. Я не знаю, вот этот Левейн. Ну, вроде бельгийский клуб. И вот этот Керкли Брюге тоже. Поэтому пока что только бельгийская лига. У нас вот скаут, точнее, из бельгийской лиги получше работает. Итак, нам приходит трансферное предложение по Яну Би Кеми. Радомьяк Рэдом. Хотят его подписать. Предлагают 250 тысяч евро. Это на 10 тысяч выше его рыночной стоимости. Но я бы хотел бы все-таки поторговаться. Потому что нам нужна, ну, каждая, мне кажется, здесь копеечка. Так, ну, сколько? Давайте 300 попробуем предложить. Ну, они прям 250. Хорошо, давайте 285 на 15 забавим. 260. Ну, здесь у них прям уже, вон, смотрите, напряжение красное идет. Поэтому уже лучше согласиться. Ну, на 10 тысяч евро мы подняли предложение. Плохо, конечно. Но мы все-таки начинающие менеджеры сами, тренеры. Поэтому как-то так. Итак, Би Кема в итоге продан. 160 тысяч нам добавили. И пришло нам два отчета по двум нападающим. Здесь подробная информация. Либо Жуэль Фамие с рейтингом 69-25-летний Ганец. Либо Артем Довбяк. Ну, не знаю, как правильно Довбяк, мне кажется. Вот. С рейтингом 70. Росту 85. Ну, здесь характеристики все 70+. У Жуэля даже есть две. Он быстрый, то есть вот только в этом плане. Поэтому я даже не знаю. Скорее всего, мне придется их подписывать. Ибо у меня в стартом составе игроки с рейтингом 68. Куда-то вот от 64-го и 57-го мне придется избавляться. 64-й и так от меня уйдет, потому что он арендованный. А вот 57-го я уже сдаю в аренду. Ну, возможно, и вот этого Сара тоже придется. Поэтому давайте в любом случае еще пару дней подождем. Я надеюсь, их никто не подпишет. И там уже попозже мы посмотрим, потому что у нас вроде еще есть один нападающий свободный агент. Поэтому подождем, а там уже будем сравнивать. Так, ну это мы вот. Кат-сцена. Мы провожаем нашего третьего вратаря. Как-то Златан так низкоросло выглядит. Либо вратарь очень высокий. Хотя нет, но мне кажется, Златан-то повыше будет. В принципе, какое-то странное телосложение у Златана. Как будто просто приделали его голову к телу. Ну, это и так понятно было. Но вообще он на себя не похож здесь. Так, продан. 260 тысяч евро мы за него получили. Сейчас еще получим оценку. Плохие переговоры. Вы могли бы получить на 10 тысяч больше прибыли, если бы просили больше на переговорах. Это нам именно совет дают. Вот. И говорят, что нужна глубина состава именно по вратарской линии. Андрея Сноперт. Хороший вариант для этой зоны, но нам все равно нужна глубина состава. Так что надо попробовать найти молодого талантливого игрока, которого можно развивать в этом амплуа. Так, пришло предложение, кстати, по Тимоси Андерсона. Я его никуда и не пытался как бы продать. Вот. Хотят мне еще предложить Дака. 22-летнего нападающего с рейтингом 64. И доплатить миллион 300. Аберден хороший датский клуб. Если не ошибаюсь, что это датский. Вот. Но не знаю. Я бы не хотел вообще его продавать. Вот. Такие тут дела. Либо. Либо. Навариться просто на нем. А начать переговоры. Он стоит в районе, говорят нам, трех, ну с половиной миллионов. Поэтому давайте начнем переговоры. Он играет все равно не на нашей позиции. Я забыл ему, во-первых, еще и позицию поставить другую на тренировках. Поэтому давайте попробуем договориться в районе трех с половиной миллионов. Так. Хотят нам еще какого-то игрока предложить, которого мы вообще не знаем. Вот так вот. Я не знаю. Мне ни рейтинговые не говорят ничего. Просто мне его отдают. Давай. Три с половиной. Это наше последнее предложение, говорят. Ладно. Сделаю вам скидку. Даже не знаю сколько. Три 350. Ну все. Ну все. Они, естественно, слились. Но какого-то ноунейма мне предлагают за него. И не хотят платить деньги. То есть им это не выгодно было. А обмен я тоже вот не хотел бы здесь совершать. Сар. Мне кажется, я в последнее время играю очень неплохо. Так что не думаю, что аренда лучшее решение. Конечно, я понимаю, что вы должны блюсти интересы всего клуба. Так что просто выскажите свое мнение. У тебя здесь есть будущее. Вот. Скажем так. Это просто из-за того, что я сейчас его выставил. Чисто найти ему вариант. Посмотрите, есть ли они вообще. Ко мне сейчас могут прийти два нападающих свободными агентами. Поэтому надо ему тоже куда-то вот его пристроить. Итак, три отчета. Хомам Ахмед. Это левый защитник с рейтингом. Ну, кстати, хорошим в 22 года. Пока что его возьмем. В центр трансферов мы его добавили. Хамза Мендил. Так, а тот, кто был левый? Ладно. Ну, 24 года. Рейтинг 66. И вот Вилковский. А у того, какой был рейтинг 68? Это намного же лучше, чем даже те. Вот. Еще нам нашли левый защитник. Вот Султана Альбрейка и Атиата Аллаха. Вот их я уже добавил. Поэтому мы будем, в принципе, ждать. Поэтому, мне кажется, мы даже денег сильно не потратим с вами. Если только вот прям хорошего какого-нибудь игрока покупать там. Среднего по чемпионату Голландии даже. Вот. Ну, а пока что есть очень даже хорошие перспективные игроки. Которые есть вот в моем. В списке на трансфер. Это вот Фамие, Довбяк и Хамам Ахмед. Поэтому я пока что бы все-таки подождал. Как минимум с левым защитником. Потому что он нам в любом случае точно нужен. Нападающие, в принципе, у нас есть. Но с рейтингами, конечно. Которые надо усиливать. Так, и у нас сегодня, я так понимаю, день отчетов по многим игрокам пришел. Ух, кстати. 27-летний. То есть, постарше, чем тот, который у нас был до этого. Но с рейтингом у нас два больше. Не знаю пока. Так, еще один нападающий. Но он чисто такой возрастной. Поэтому это чисто так вот. Вариант, мне было интересно его рейтинг узнать. Мунтари. Довбяк, скорее всего, точно к нам сейчас перейдет. Потому что уж очень мне запал его рейтинг. 70-й вроде. Так, ну а этих ребят я вообще пока что не трогаю. У которых есть клубы. Их мы потом, если что, в любом случае посмотрим. А сейчас бы я пока что занялся подписанием свободных агентов. И предложение у нас, кстати, по Сару. Это вот наш нападающий, кстати. Вот. Его хочет взять в аренду Аугсбург. Но с правом выкупа. Меня научили. Фифе 22-й. Нажимаем кнопочку поручить. И просто вот аренда. То есть, если вы зайдете и начнете переговоры лично там с тренером Аугсбурга. Он начнет говорить. Вот нет, все, нам это не нравится. Вот надо нажать именно поручить. И тогда вот вы договоритесь о том, что его просто сдадите в аренду без права выкупа. Мне кажется, Аугсбург это очень хорошая команда. Такой, знаете, середнячок. Вроде который постоянно там борется за выживание. Честно, не смотрю за Бундеслиги, но вот так вот чисто прикидываю. Не знаю, на каких они местах там идут. Но вот середнячок это точно. Поэтому это очень даже хорошая команда. Так, и вот такие вот у нас персонажи. Два левых защитника. Ну, здесь бы я, наверное, все-таки бы подписал Ахмеда. Вот. Что у него по характеристикам скорости? 68 разгон. Скорость рывков 79. Средняя где-то скорость там 64-65. Где-то так. Примерно. У этого молодого человека, конечно, получше. Вот. Но не знаю. Это чисто из-за возраста. Что у него с передачами, кстати? Вот тоже мне было бы интересно. Короткий паз 64. Длинный паз 63. Навесы 72. Так, а у тебя? Навес. Ну, тут у него похуже. Я бы, наверное, тогда все. Давайте берем готовый уже, так сказать, продукт. Не будем надеяться на будущее. Вот. Возьмем Яха. Отят Аллаха. Вот. У него и характеристики, и по скорости он получше, и по навесам. У нас фланговые защитники будут подключаться. Поэтому вот нам нужен будет такой игрок. Так. Хотят сразу, чтобы ключевую роль. Ну, 70+. У нас вроде как даже ценится. На 4 года хотят. Мы подписываемся. То есть он прям хочет карьеру у нас, скорее всего, завершить. Мы без отступных. Так. А какую он хочет зарплату? Смотрите, рекомендуемая. 8. Давайте тоже не будем прям сейчас шиковать. 6. Попробуем дать. Все. Они согласились. Замечательно. Вот. Первый игрок, который мы подписали. Который нам был очень нужен. Потому что у нас была проблема с левым защитником. И вот он сейчас переходит уже в нашу команду. Это что у нас за помощник тренера? Это просто рандомный. Я понимаю, что это просто рандомный скин. Но почему именно такой? Знаете, какой-то, я не знаю, сериал американский. Что какой-то у нас тут усатенький главный тренер и темнокожая помощница тренера. Там, не знаю. Вот. Вот. Форму он примеряет. Златан тут. Номер нам не показали, кстати. Так. Ну, куплен за ноль. Что нам скажет руководство по поводу этого трансфера? Рейтинг цены. Конечно, А. Такого игрока мы урвали. Прекрасная сделка. Что еще? Ну, общий рейтинг нам здесь показывают. Он даже лучше Каиба. То есть, он основной. Будет у нас основным защитником. Прекрасная сделка. Просто даром. Что может быть лучше бесплатного трансфера? Вот. И он лучше Каиба. По возрасту, конечно, похуже. Но зарплата в два раза больше. Вот так у него все характеристики просто лучше. Ну, темп одинаковый. Остальные характеристики все лучше. Супер. Супер сделка. Так. Ну, и Дэвбека бы я подписал. Потому что сейчас у нас идет договоренность по поводу... Так, а я не понял. А, вот. Все правильно. Исмаил. Еще никакое предложение по аренде не поступало. А вот Сара могут забрать в Аугсбург. Сейчас мы будем договариваться, чтобы его не выкупали. Но пока мы можем подписывать Дэвбека. Либо чуть попозже. И как только вот с Аугсбургом мы договоримся, мы сразу можем забрать Дэвбека. Вот. Пока что будем действовать именно так. Так. И снова у нас отчеты. Лукас Байкер. Ну, здесь мы уже все. Нам левые защитники-то, кстати, не нужны. Есть только на будущее. Вот. Сейм Вайнс. Интересно тоже. 23 года. Рейтинг 69. Тоже вот на Дикоматам. Вроде бы казалось интересным. Такой молодой человек. Балансы, разгон. Хорошие статы есть. Но вот то, что прыжки 69. И всего лишь 5 таких вот стат 70+. Вот это вот уже плохо. Так. Все. Кстати. Мы с Аугсбургом договорились. По поводу аренды Амина Сара. У него отступные, кстати, 4,5 миллиона. Вот. Но теперь можно начинать переговоры. Потому что уже мы обусловились. Что он к нам вернется без всякого права выкупа. Да. Мы соглашаемся на один год. Все. Они уже сразу, кстати, 60% все проставили. Вообще супер. То есть мне даже по умолчанию не надо это проставлять. Они сами это сделали. Такие молодцы. Так. И снова у нас 3 отчета. Султан Албрейк. 26 лет. Рейтинг 66. Но мы уже 70-го. Подписали. Свободного агента. Кстати. Милос Керкез. Очень интересный левый защитник. Очень молодой. Из АЗ. Я бы, кстати, добавил. Мне очень нравится. Что рейтинг 70+. 18 лет. Может быть там стоило бы как-то нам раскошелиться. Раскошелиться. И подписать его на будущее. Вот этого вот нашего второго левого защитника. Сейчас не вспомню, как его зовут. Каиба. Продать. И подписать его. Было бы, мне кажется, вообще замечательно. Так. Ну а мы, я так понимаю, прощаемся, да, с Саром. Он уходит в Аугсбург на один сезон. Вот. 12 месяцев. Так. Что нам говорят? Отличная работа. Больше ничего. Хорошая глубина состава, по нападающим нам говорят. Сидни Ван Хуйждонг. Хороший игрок, чтобы закрыть эту позицию. У вас отличная глубина состава. И Энтони Колосин. Очень интересный игрок. Если развивать его и постепенно давать игровое время, он может стать лучшим вариантом. Но вот этого Колосина-то и не надо мне, блин, развивать. Он арендованный у меня игрок. Поэтому все, я теперь Довбека подписываю. Надеюсь, там его никто еще не забрал. Так, по сообщениям у нас. Но это ушел. То, что Сар, да, на один сезон в Аугсбург. Так что будем следить за ним. За его успехами. Так, а вот и наш Артем Довбек. Рост 185. Левая нога. Слабая 4. Финты 3. По скорости неплохо. Кстати, 73-74. Завершение. Так, выносливость 70. Завершение 69. Но это и дело поправимое. В 25 лет хороший такой нападающий. Так. Приходят в кабинеты к Златану Ибрагимовичу. Тут у него агент. Девушка. Не знаю, может быть супруга. Так, ну, не факт. С рейтингом 70. Мне кажется, он будет ключевым игроком. Сразу же мы ему даем такую роль. На 3 года. Давайте попробуем. Как минимум. Потом, если что, можем продлить. И зарплата. Рекомендуется 9. Мы попробуем 7. Агент игрока Довбек сказала, что Артем доволен. Так, и вот. Артем Довбек приходит на базу Херенвена. Тут еще и игрок. Я не знаю, кто это. Все. Проходит он. Снова вот эти вот всякие тренажерочки. Всякие тесты сдает. Но вообще-то это не так все делается. Они же в специальный медицинский центр должны прийти. И там уже весь вот этот медосмотр пройти. А не просто на базе. И 9 номер. Сразу же Довбек себе берет. Ну что же. Надеемся на то, что оправдает. Ну, всегда 9 берут именно как такие, вы знаете, основные нападающие. Мы его и подписывали как основного. Поэтому будем надеяться на то, что станет у нас основным игроком. Ну и будет тоже забивать много. И снова оценка от руководства А. Так, ну и вот нам показывают. Подходит для стартового состава. Прекрасная сделка. Снова вот тут пишут просто даром. Ну и здесь тоже. Я не знаю, наверное, тут и сравнивать-то нет смысла не с вот этим вот Хойдж Донком. Потому что он в аренде у нас. И Колосин тоже в аренде. Поэтому вот Довбек у нас чисто наш основной вот нападающий. Я бы пока, чтобы и вот этого Фоми Ебы подписал. 25-летнего Ганса. Скорость у него, причем, очень даже хорошая. Совершение 71 неплохо тоже. Но жду, когда придет вот аренда по Исмаилю. Ну а так я бы очень хотел, конечно, Киркеза бы подписать. Они просят 5700. Но есть шанс закрыть эту сделку. 4,5 миллиона предложить. Ох, я не знаю, стоит ли рисковать или нет. В принципе-то позиция у нас не проблемная. И 7 миллионов у нас бюджет. То есть, если посмотреть по позициям. Нам надо сейчас будет их, конечно, всех там поменять снова. Ну вот если мы смотрим сейчас на состав, то у нас проблемная позиция не левого защитника. Она у нас просто практически одна из самых лучших. Одна из самых лучших. Ну а именно нападающий вместо вот того же Исмаиля. Мне кажется, нам нужно подписывать. Ну даже если не найдем ему аренду в последние часы, придется подписывать вот этого вот ганского нападающего бесплатно, как минимум. Ну а если дальше посмотреть, то нам нужны центральные защитники. Потому что рейтинг 59 у вот Вандервелта. Так, а нам приходит сообщение от руководства. Жаль, что у нас не получилось выйти в финал турнира Las Americas Invitational. Мы разве в нем участвовали? Так, мне нужны вот результаты. У меня сразу здесь вот эта вот табличка горела. И никакого, как вы видите, претензона турнира не было. То есть, ну вот. Плюс еще один баг в сторону FIFA 23. Ну что же, мы дошли до нашей первой игры. Играем против GoAhitEagles. Не знаю, на каком они месте закончили прошлый сезон. Мне кажется, это вообще ничего не решает. Что-то так. В принципе, есть только для статистики. Потому что команды подходят к новому сезону абсолютно в разных настроях. Которые отличаются от конца прошлого. Вот, поэтому. Как-то так. Давайте перейдем на нашу первую пресс-конференцию. Так, как идет подготовка к дебюту в Херенвене? Это лично у меня спрашивают. Так, нужно думать о победе. Качественный состав. Мы ежедневно, ну это правда, ежедневно напряженно работаем. Команда достаточно боевитая. Чтобы не закончить сезон в подвале таблицы. Состав способен дать результат. Главная стабильность. Нельзя играть спустя рукава. Я сейчас скажу, что состав... Это не знаю, вот главная стабильность, как мне кажется. Как высоко вы оцениваете ваших следующих соперников Eagles? По общему мнению, они способны доставить вам неприятности. Можете намекнуть что-то там. Насколько сложен будет матч. Вот, в общем. Будем играть на победу. Я верю в команду. Я хочу, чтобы мы показали свой лучший футбол. Но это действительно так. То есть, спокойненько. Вот, Золотый Набургивенович, мне кажется, у нас он точно будет отличаться от вот этого высокомерного футболиста. Вот, тренер он немножечко другой. Он здесь поспокойнее у нас прям будет. Ну что же, мы переходим к матчу с Eagles. Играем мы на выезде. Будем играть первым составом. Вот он на ваших кранах. Играем мы на легендарном уровне сложности. Четыре минуты у нас будет длиться тайм. Поэтому, что там в наших кранах мы начинаем. Ну что же, друзья. Дебютная игра для нас в чемпионате Голландии на посту главного тренера. Мог ведь Златан Ибрагимович поехать в Швецию. Тренировать там свой родной клуб. Но нет. Решил начать с голландского чемпионата. На самом деле он очень интересный. Если не смотреть вот на доминацию того же Аякса. Там Фейнорт вроде тоже в последние годы прерывал геемонию Аякса. Но все же. Попробуем здесь свои силы. А дальше посмотрим. Я еще по фамилиям наших игроков не всех знаю. Поэтому не хотелось бы сейчас экспозиции своих выдергивать. Так мне что-то сейчас кажется, что я центрального защитника выдернул. Но здесь спокойно, спокойно. Отлично накрыли. И вынести можно. Отличный пас. Хойджи Донг. Хойджи Донг, но надо забивать. Нет. Но момент был хороший. И вот первый удар в матче за командой Златана Ибрагимовича. Ну здесь очень хорошо так пробили. Могли и забивать действительно. Попади только в створ. Но здесь надо было вратарю выходить. Как-то вот очень странно. Он так сейчас вышел. Вверх он не стал выходить. До того момента, как я на него нажимал. На треугольник, на выход его. Сам он хотел, наверное, остаться в своей зоне. В зоне комфорта. Так. Ван Эйвджик. Это правый защитник наш. И надо забивать. И не забивает Халилович. Так, пас на Халиловича. Отлично так убрал. Довбяк. Пас на Ван Хуйджика. Хуйдонга. Хуйджи Донг. Вот. Короче, мне кажется, за сезон я точно выучил, как его зовут. Ван Хуйджи Донг. Все. Ну, Довбяк отдает голевую передачу. Два моих нападающих вот распасовались. И быстро мы выходим вперед. Ведь на предматчевой конференции нам сказали, что проблемы-то нам доставят. Иглсы. Но в итоге очень хорошо распасовались. И вот уже на 21-й минуте Сидни Ван Хуйджи Донг забивает. Так, Довбяк. Отлично. Ой-ой-ой-ой. Ну, здесь надо сразу. Еще и Довбяк сейчас травму может получить. Вот так вот. Всего лишь первые 20 минут в Голландии отыграл. Голевую отдал. И сразу же нарушение. Стокерс получает желтую. А я надеюсь, что там Довбяк у нас без травмы будет. Он как-то так болезненно лежал на газоне. Довбяка хотела дать. Не получилось. Ну-ка, может быть, это дубль? И это дубль! Хуйджи Донг забивает второй мяч. Очень хорошо сейчас подкрутки пробил. Вот так вот очень классно начинает этот сезон Херенвен. Быстро забили два мяча. Главное сейчас этот запал не потерять. Причем так еще мяч как будто, знаете, специально откатнул, чтобы гол был и за пределы в штрафную. Там вроде мяч полностью не пересек штрафную. Поэтому удар в пределы штрафной был. 2-0. Дубль. Сидни. Ван. Хуйджи Донг. Так, а здесь отлично. Ольцин поборолся. Халилович. Так. Хуйджи Донг. Пас на Довбяка. Хороший, кстати. А если пробить, это что такое? 3-0. Играем на Легенде. И 30 минут матча всего лишь прошло. И вот наша, можно так сказать, пока что в кавычках, звездная пара нападающих просто делает эту игру. Вот и Довбяк, который сыграл на первый гол Хуйджи Донга в этом матче, теперь уже и сам забивает. И вроде как у него гол преспас уже. Отличный дебют украинского нападающего в чемпионате Голландии из Эхеренвен. Халилович. Классный пас и не забивает. Вот и Довбяк разъебил. Вроде как да, у него вот эта вот повязка на руке. Пока что расстреливают вратаря Иглса. До наших ворот практически вообще ничего там не доходит. Так, а вот это вот очень опасный момент. Так, а мяч всегда в поле остался. Я здесь зря вышел. И ворот это пустые я оставил. В итоге Стокер забивает. И сухой победы у нас точно уже не будет. Но здесь чисто можно сказать, да. Надеюсь вы сильно меня сейчас не закидаете в комментариях. Но я на самом деле думал, что не догонит он этот мяч. И вышел вратарем, чтобы он оказался первым. Но в итоге вот моя ошибка привела к первому забитому мячу Иглса в этом сезоне. Довбяк. А может быть тоже с подкрутки получится. А удар-то хороший был. Пас найти от Аллаха. Быстрая распасовка Довбяк. Халилович не прошла вот эта вот передача. Но будет штрафной. Первый раз я, кстати, бью штрафной. Как вы видите, у меня здесь даже появилось. Так, а кто у нас по штрафным-то хорош? Ну я не знаю, здесь наверное ХАЕ надо давать. Там уже вон и под стенку легли. Я не знаю, ну давайте вот так вот что ли попробуем. Честно, ни разу не бил. Но попробуем. И нет, Мюльдер потащил. Наверное, надо было немножечко левее еще двигать. Вот с повтора будет видно. Стенку перебросил. Вот надо было. Более-менее теперь, ну, буду понимать. Не тренировал, честно. Надо вот это вот дело исправить. Зайти там в тренировочную арену. И попробовать. Снова вот закрутка. На Довбяка пас шел. Через Ванхуич Донка. Довбяк. Довбяк. Ну, здесь уже просто потеря. Я уже и перебрасывать хотел. Прошу там. Халилович отлично в отборе отыграл. Пас на Хае. Тот с правой ноги. Мюльдер снова выручает. Хае. Снова подача на Довбяка. И тот забивает. Это гол с углового. Получилось у меня все-таки подать. Я не знаю, там уже подача шестая, седьмая, может быть, была. На Артема Довбяка. И Довбяк забивает дубль. Сравнивается он по забитым голам. И в этом матче. И, в принципе, пока что в сезоне. Из-за того, что у нас это первый матч с Ванхуич Донком. Вот. Ну и давайте Колосину уж выпустим все-таки. Снова у нас разница в три мяча. Ну и Довбяк, мне кажется, очень отлично себя проявляет. В первом же матче. Супер. Так, а вот и Стокерс имел хороший момент, но как-то замешкался. И, ну, здесь-то он не будет мешка. Хотя вратарь наш, Ноппер, отлично отыграл. И выручает. И снова опасный момент. И здесь очередной угловой защитник сейчас, Ванакин, помог. Так, Эдвардсен. С мячом. Пас в центр. Ой-ой-ой-ой-ой. Но здесь прям под расстрел. Линдхорс забивает. И счет снова становится... Точнее, разница, а не счет. Разница в два мяча. Голы престижа забивают сегодня Иглсы. Но, может быть, все-таки в концовке они сейчас соберутся. И интрига снова будет жива. Финальный свисток. Уверенная выездная победа Херенвена над Иглсом со счетом 4-2. Дубль Довбека и нашего нападающего, которую фамилию я обязательно должен выучить. Хуй-дж-донг. Ли Хой-дж-донг. Хой, наверное. Не знаю, вот это два О, мне кажется, букву, ну как звук У должны давать. Хой-дж-донг. Давайте Хой-дж-донг будет. Так, а что у нас по эффективности? Игроком матча стал у нас Довбек. 9-1 получает он оценку. Два забитых мяча у него. Плюс и голевая также у Ван Хой-дж-донг. Вот, голевую также отдал Ольсен и Хае. Итак, ежемесячный отчет по нашей молодежной академии. Кстати, да, я не посмотрел, но он мне даже не нужен. Скорее всего будет вот этот Олэдо. Если только вместо того нападающего с очень маленьким рейтингом. Так, надо им тогда проставить план развития. Чтобы они у нас уже начинали прокачиваться. Ну вот, возьмем вот эту вот тренировку, чтобы у него слабая нога прокачивалась. Так, ну, Мартин Талэдо, я так понимаю, вообще не нападающий. Потому что очень долго он будет прокачивать. Вот левый вингер, либо правый он быстрее. Ну и тот же Цапник. Это уже лучше ему тогда Цапником быть, нежели чем нападающим. Так, а нам приходит предложение от Анталии Спор. Им интересен наш голкипер Хавьер Маус. Маус, не знаю, как правильно. Вот, мы его не выставляли, естественно. Они еще предлагают своего вратаря в обмен, который старше. И предлагают какие-то копейки. Поэтому, извините, до свидания. Так, нашли нам центральных защитников. Очень много. За некоторыми я отправил с кого-то, чтобы более конкретно последили. Вот, есть один свободный агент. Адам Ланг. Центральный защитник с ростом 188. Ну, посмотрим. Может быть и его тоже действительно получится нам подписать. Поэтому, естественно, мы будем делать акцент на то, чтобы мало тратить и много получать за трансферы. Так, окончательный отчет по игроку Герит Наубер. Интересно, кто это? Это первый центральный защитник, кстати, вот. Из Иглса, с которым мы уже играли. Но 30 лет ему. И рейтинг 69. Я бы лучше каких-нибудь молодых понабрал с хорошим рейтингом. Ну, там, не знаю, ну, даже те же 68, но не 30-летний уж точно возраст. Ну, что же, у нас игра сейчас против Утрихта. Мы занимаем шестую строчку. Тут некоторые команды уже по два матча сыграли. Утрихт. Где же наш Утрихт? Пропустил. Нет, вот они. На 14 месте они проиграли со счетом 3-2. Интересно, кому проиграли. Кстати, Аяксу. Дома. Тут, как бы, можно сказать, и не стыдно проиграть такому-то лидеру. В итоге теперь они едут на выезд против Херенвена, которые громко о себе заявили, обыграв Иглс со счетом 4-2 на старте. И это еще и дебютная игра была Златана Ибрагимовича на посту главного тренера. Мы также играем стартовым составом. Состав соперника на ваших кранах. У них Дост, я вижу, играет в старте. Я надеюсь, это не тот. Но, похоже, это тот. Вот, Йонс играет раньше в Аяксе, в Наполе был вроде этот немец. Рамселлер, известный мне более-менее игрок. И Торнстера. Все, остальных я вроде бы не знаю. Поэтому состав на наших кранах. Поехали. Ну что же, вот он наш домашний стадион. Вальштадион Херенвен принимает Утрихт. В рамках второго тура чемпионата Голландии. Впервые вижу, что вот этот Т-Мобайл стал спонсором Утрихта. Раньше только у Баварии видел. Вот. Ну, а так тоже симпатично смотрится на форме голландской команды. Так, ну, действительно, это и Йонс, и Бас Дост играют те самые. Поэтому есть такие прям именитые личности в составе Утрихта. Довбяк с мячом. Неплохо. И как он сейчас на амбразуру кинул вратаря. Ой, не вратаря, прошу прощения, защитника. Корпус поставил, и тот просто улетел от него. И можно было либо передачу отдавать, но Довбяк решил пробить. Хороший пас на Хае. Ольсен. Вот есть много здесь решений. Аллах. Аллах пас на Халиловича и 1-0. Вот так вот распасовали эту атаку. И в итоге Халилович открывает счет в матче против Утрихта. Еще раз смотрим. Здесь Довбяк на нашего левого защитника отдает. И здесь уже хороший пас на Халиловича. И просто пустые ворота. Оставались. Галкипер долго разворачивался. Поэтому просто надо было пробить в касание. В противоположный угол от вратаря. И все. Тибор Халилович. Дебютный гол в этом сезоне. Хучдонг. Пас на Довбяка здесь прошел. И неплохо здесь можно и на скорость это проходить. Да и пробить с такого угла. Зарабатывает Довбяк угловой. И Халилович. Дальний удар. Рискнул. Почему бы и нет. Но не получилось. Так. Халилович. Пан Хойчдонг. С мячом. Пробить можно с левой ноги. И он увеличивает преимущество Херенвена. И это 2-0. Отлично. Хойчдонг забивает второй матч подряд. На его счету уже третий гол в чемпионате Голландии в этом сезоне. Ну отлично. Давайте Атята Аллаха заменим. И на Каиба посмотрим. Каиб. Отлично. Здесь небольшой вот мог случиться перехват. Халилович. И на Довбяка. Отличная сквозная передача. Довбяк. 3-0. Ну и Довбяк далеко от себя не отпускает Хойчдонг. Тоже третий мяч на счету украинского нападающего. Отлично. Увидел вот это вот забегание и забил. Давайте Колосина снова выпущу. Только теперь вместо Хойчдонг. Вот Довбяк. Левой ногой. По бильярдному сейчас сыграл. Так. Олсан. Неплохо. Халилович. Пошел на ускорение. Последние секунды матча. Халилович. И Халилович забивает дубль. Все. Но это разгром. И это 4-0. Без какой-либо... Без какого-либо сопротивления сейчас. Весь матч отыграл Утрих. Какие-то попытки были. Особенно на ошибках Херринга. Херринвена в начале второго тайма. А в итоге все. Херринвен прихлопнул Утрих. Особенно в концовке. Вот эти вот два мяча или три там... После первого тайма счет был 1-0. Но все голы были забиты... Вот большинство голов, именно три, были забиты во втором тайме. Так что ошибки какие-то были у Херринвена в начале второго тайма. Но потом они исправились. И в итоге Халилович стал игроком матча. Он поучаствовал во всех голах. Два гола, две голевые. Давбяк забивает один гол. Ван Хойджи Донг тоже. Атиат Аллах отдает голевую. И также Ольсен записал на свой счет голевую передачу. Так, Ван Хойджи Донг нам говорит. Я в хорошей форме и прекрасно себя чувствую в последнее время. Надеюсь, вы не оставите меня на скамейке в следующей игре против Твенты. А с чего я должен-то оставлять? У него реально хорошая форма. Три забитых мяча в двух стартовых матчах чемпионата Голландии. И у нас много, кстати, отчетов по игрокам. Так, ну, я бы их... Вот так бы лучше бы скипнул и посмотрел там в конце, может быть, нет. Думал, вдруг предложение по трансферу кому-нибудь бы пришло. Ну, а пока что давайте посмотрим на позицию центрального защитника. Ведь мы искали и там вроде как могли уже... Вот, по поводу Адама Ланга того же. Так, 29 лет, рейтинг 70. Я добавлю его. Там вроде был еще один. Вот, Тренд Сайенс Бюри. Но он через три дня только. Поэтому, поэтому. Так, а какой рейтинг у нашего центрального защитника, которого вот я бы хотел бы заменить? Там 50, 59, но у того 70. Поэтому мне кажется, здесь, в принципе, все понятно. Где он наш 59? Ребята, ему 19 лет. Поэтому добавлю-ка я его в аренду. Пойди, найдем ему. Хороший клуб. Ну и подписываем. Центрального защитника. Так, рейтинг 70. А средний у нас какой там в стартовом составе. Тоже вот интересно. 68, 70. Ну, то есть, да, он будет основным у нас центральным защитником. Поэтому замечательно. Рост 188. По возрасту, конечно, сезон 2, может быть, максимум 3. Но потом, мне кажется, у нас уже и будут деньги через это время, чтобы подписать действительно хорошего. Может быть, это кто-нибудь там из Академии у нас вырастет. Центральный защитник. Но пока что будем довольствоваться Адамом Лангом. Так, он хочет важную роль в составе. В принципе, мы соглашаемся. На сколько лет? Ну, давай. 3 года. Сильно тоже много делать не будем. Так, зарплату. Ну, вот так вот включаем бонусы всякие. Все, и за 5 900 в неделю он согласен играть. Так, он снова к нам пришел. Очередные вот эти. Их мы будем скипать уже. Вот эти мы будем смотреть. Потому что вот это мне более-менее интересно, нежели чем стоить, как каждый раз они там бегают. На вот этих беговых дорожках. Снова рейтинг цены А. У нас 3 сделки, все на А. Потому что 3 подписали бесплатно. Вот, и он идет на роль основного центрального защитника. Так, ну и пишут командный игрок. Показывают сравнение. Вот Ван Акина он, скорее всего, и заменит в стартовом составе. По скорости Ван Акин побыстрее. Удары лучше у Ланга. Хотя не знаю, зачем удары центральным защитникам. Пасы вот похуже. Но зато защита и физическая подготовка намного лучше у Ланга. Так, ну, кстати, Мунтари забрал эксельсер Роттердам. Вот, он у нас был свободным агентом, поэтому отсюда я его лучше уберу. Вот, а так мы следим за вот этими вот. Фамие я еще хочу забрать. Вот, там уже в последнюю неделю может быть трансферного окна. Постараюсь. Сейчас так пиджак у Ибрагима Ильича ветер, наверное, подул. Ну что же, и сейчас у нас последняя игра. В сегодняшнем выпуске мы играем на выезде против Твента. И давайте посмотрим расположение команды. Херенвен идет на первом месте. Деле первое место вместе с Фейнордом и ПСВ. Я фортуну сюда брать не буду, потому что они три игры сыграли, а мы вот только по две. Вот, но у нас разница очень хорошая. 8 забили, 2 пропустили. Супер. ПСВ, конечно, меньше пропустил, там и Твента меньше пропустили. Кстати, вот, интересный факт. Твента пропустил всего лишь один гол. Они идут на пятом месте. Один раз выиграли и один раз сыграли в ничью. Вот, мы играем на выезде. Интересный, интересный лично для меня соперник. Оттуда, я помню, Куинси Промес вышел, либо просто играл там. Кстати, Черни. Вот этого Черни я знаю. Он играл в Венеции. В моей легендарной карьере в FIFA 22. Вот, не знаю, кого здесь я еще знаю. Мне кажется, никого. Вот, только Черни. Вроде это он. Буду думать, что это он. Вот, наш состав на ваших экранах. Ланг уже в стартовом составе. Поехали. Итак, выездная игра для Херенвена. Третий тур чемпионата Голландии. Играем против Твенты. Команда, которая еще ни разу не проиграла. А у Херенвена пока что отличная серия из двух побед. Пока что надо нам набрать нужный темп, ритм. А неплохо как на давбиката. Он отлично еще и ножницами сложился. Но Анарсталь отлично сложился в нижний угол. И мяч этот забирает намертво. Черни с мячом. Отличный дриблинг здесь показывает. В лап. Сразу же удар. Не знаю, почему наш голкипер так отбил. Странно. Я думал, там можно было уверенно мяч забирать. Черни. И не попадает в створ. Кстати, да, не Черни играл, а Хренегой. Немножечко перепутал, прошу прощения. Смещается в центр. Нашел давбика. И нет. Но вот здесь вот Хойч Донг должен был, мне кажется, забивать. Но он с нерабочей. Как я понимаю, пробил. Да, здесь левая нога. И решил в касание. Момент опасный, но, к сожалению, даже в створ не попали. Халилович. Пас на давбика. Давбяк. Хороший удар и будет угловой. Нерсталь мяч этот отбивает. Так, в атаке у нас Твенты. Хренген пока что обороняется. Пас. И Ланг. Ну, посмотрите, как он справляется-то. Ну, вот. Дальше уже пошли моменты. И выше ворот пробивает Твенты. Здесь уже у меня какая-то паника началась. Уже там и в подкатере начал нестись. Я думаю, он будет бить. Поэтому и блокировал вот эту вот зону. А в итоге он просто пробил выше. И дальний удар. Но Перд справляется. Ну и хороший удар. Но Перд справляется. Отлично. Ошибка. В эпизоде давбяк. Ну, вот он. Выход один на один практически. А он пасует. И Хойч Донг забивает. Как мне кажется, победный гол. Не пожалел здесь мяча давбяк. Как мне кажется, правильно я все сделал. Это было наверняка. Там и голкибер мог все-таки отбить. А здесь просто катнули. И уже по пустым воротам. В отличную контратаку мы вышли. Концентрация у нас была до самых последних минут. И может быть в этом матче мы и должны были терять очки. Потому что очень хорошие были моменты у Твента. Но в итоге Хойч Донг забивает 4 мяча в 3 играх. На этом все. Финальный свисток. Минимальная выездная победа. Херенвен вытерпел вот эти вот 3 очка. Мне сейчас интересно по статистике посмотреть. Может быть мы там на их джине наиграли что-нибудь в этом духе. Ну нет, кстати. На ничью планировалось. Но смотрите. 2-2 должно было быть. А всего лишь один гол только забили. Твента нас просили. А вот мы их нет. В концовке мы их огорчили. В итоге забивает Сидни Ван Хойч Донг свой 4 мяч. А Довбяк отдает голевую передачу в этом матче. Так. А тут у нас за Каиба, кстати, вы эти отступные выплатили. Ланус. 1.850.000. Вот. Что бы здесь будет? Нет. Здесь Хойч Донг нас благодарит. Так. А в итоге что? Нам придется покупать левого защитника себе? Либо бесплатного мы будем брать. Там какого-нибудь с рейтингом 68 как раз. Ну вот. Сколько стоит сам по себе Каиб? То есть мы в любом случае в плюсе. У него рыночная меньше. Там на 650.000. Сейчас его Ланус подпишет. Но если действительно подпишет. У нас есть на всякий случай игрок. Даже свободный агент. Вот. До сих пор он здесь вот. Ахмет. Либо его возьмем. Либо потратимся. И возьмем Керкиза. Сделаем из него восходящую звезду чемпионата Голландии. Ну что же, друзья. Давайте мы на этом самом моменте и закончим. Чтобы не тратить дни. И не доходить до игры с Витесом. Надо было сразу, наверное, после игры с Твентой. Я вот этот денек нечаянно просимулировал. Вот. Здесь мы сразу и закончим. Поэтому вы пишите обязательно в комментариях. Какие трансферы вы хотите, чтобы я сделал. Денежки я сэкономил. Все, которые нам давали. Пытаюсь еще где-то заработать даже. Вот. Поэтому у нас бюджет 7 миллионов. Как-то так можно каких-нибудь интересных игроков нам посоветовать. Так. Тут у нас что по почте. Таледа. Возможность смены позиций. На Цапника. Мы его сейчас переделаем. Рейтинг у него сразу 64. Вообще супер. Мне кажется, его тоже можно уже переводить в стартовый состав. А там в аренду. Постараться отдать. Наверное, этим я сейчас вот сразу и займусь. Так. Ну вот Таледа немножечко буквально не дотягивает до старта. У нас тут 67 и 68 рейтинги. Но мне кажется, если его в аренду отдать. И там те же полгода он бы отыграл. Уже бы мог бы навязывать борьбу за стартовый состав. Но пока что все, друзья. Да. Заканчиваем мы сегодняшний выпуск. И также не забудьте написать, до какого периода нам нужно оставаться в Херенвене. То есть, либо мы выполняем вот эту вот задачу. Выбить Херенвен и вывести в Еврокубке. Либо же свою какую-нибудь цель мы должны с вами придумать. Поэтому обязательно пишите в комментариях. Обязательно все прочитаю. Подписывайтесь обязательно на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. Ну с вами был Андрей и канал Футбол. Этоожиданная встреча, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok